всем привет меня зовут ника спасибо что заглянули на мой канал и сегодня мы с вами открываем очередной этап реорганизации коллекции просто потому что я не знаю наверное за последний год таких видео было много моя коллекция сильно менялась продолжает меняться я уже не знаю считать ли это кризисом или просто каким-то бесконечным процессом и частью хобби но по итогу я решила что я достаточно давно не делала такую ревизию и надо сделать с этап и камбэком плюс есть еще моменты которые я давно хотела делать и оттягивала но к ним и перейдем не сегодня я думаю что у нас по моему плану наверное будет три части возможно я выпущу их достаточно так подряд с небольшими промежутками моя цель заглянуть абсолютно абсолютно во все бандеры я принесла их сегодня все с собой не знаю смогу ли я снять это все за один присест и за один день или нет но посмотрим до начинать мы будем наверное с каких-то небольших изменений глобальном перейдем позже как я уже сказала я хочу заглянуть абсолютно везде но вот начать наверное с маленьких с опять стандартного формата вот эти два мне кажется вы еще не видели потому что я не выпускала видео где их распаковывала но я покупал их на алике оставлю ссылочки вот этот вот продается на озоне тоже могу в принципе оставить вам ссылочку и мне кажется что под вот этим форматом я сейчас очень довольна они все три у меня очень красивенькие и это в общем-то три мои единственные на данный момент такие опять стандартные бандеры у меня есть еще опять широкие но к ним перейдем наверное следующими давайте начнем по очереди не везде нам есть что активно делать но по крайней мере обсудим давайте с того с которым вы уже знакомы вот этот вот красавец с бабочкой и здесь у меня во первых живет коллекция еджи и во вторых трипл с трипл с трипл с наверное рано или поздно отсюда переедут у меня есть даже уже байнер куда бы я хотел их переселить но я решила что все-таки не в этот раз и сегодня они еще останутся здесь потому что моя коллекция не такая большая у меня так много карт вот возможно после того как я докуплю все альбомы уже точно решил что я хочу собирать тогда да тогда для еджи нам по-хорошему можно было бы сделать сетап потому что у нас выходит новый камбэк с данная коллекция в общем-то завершена не считая вот этих трех карт из самых ранних р но есть не спешу опять же так как-то за ними сильно не охочусь у нас камбэк уичи с голд буквально будет на днях но на момент съемки он еще не случился поэтому я не могу сделать сетап потому что для еджи я собираю несколько понравившихся карт на эру и пока я не могу сказать какие карты мне собственно понравились да я думаю что возможно мы не знаю будем добавлять страничку можно в общем то добавить но я не знаю соберу я по итогу одну или две странички я буду ориентироваться на одну потому что вот для бонд убьетут разошлась и собрала аж раз два три четыре страницы но я думаю что так я делать больше не буду в дальнейшем все-таки буду стараться придерживаться одной странице наверно давайте ее добавим да но конкретно сетап и какие карты я буду собирать я уже буду решать после камбэка мы к этому возможно вернемся в какой-то следующей реорганизации потому что да не знаю будут ли они еще и дальше да у нас идет три полосе три полосе тоже камбэк со vision revision но здесь я тоже собираю карты по факту уже я не знаю наверное буду собирать давайте тоже добавим страничку наверное я буду собирать четыре карты поэтому думаю что одной страничке мне будет достаточно он чуть-чуть расклеивается ладно поэтому если что подправим да и в принципе здесь я пока всем довольна как я уже сказала я в теории хочу наверно разделить эти две коллекции возможно не знаю въедет ли кеджи кто-то другой или нет или она останется по итогу здесь одна но сейчас еще это все достаточно выглядит адекватно и могу сказать что бендер переполнен как-то сильно поэтому да пока оставляем в таком формате и нам останется для него лишь выбрать после камбэка 4 карты для яджи 4 карты для три полос который я собираю 2 бендер который я но не то чтобы реорганизовала за кадром но я переложила туда коллекцию потому что мне очень хотелось посмотреть как это будет выглядеть и также я добавил наклеечки по которым в общем то вы можете понять чем коллекции здесь будет храниться я очень долго пыталась подобрать байнер для хоши ничего мне кажется с тиграми не представлены на рынке но я нашла с оранжевым котом я решила что оранжевый кот своего рода тоже тигр очень-очень тоже миленький такой картонный байнер с хвостом мне показалось это да ему очень подходит поэтому здесь у нас теперь и живет хоши я прикрепила сюда брюночек него из делюкс версии 17 из райтхе единственное теперь мне кажется калаш не очень сюда подходит он такой зимний более холодный а все оформление теплое оранжевое поэтому может быть со временем я попробую переделать ему калаш ну пока пока что имеем то имеем здесь в общем то та же примерно ситуация то есть хоши у нас далек от завершения конечно но да я тоже собираю по несколько карт на эру и я только недавно сделала сетап для 7 из райтхе и окончательно определилась что я хочу собирать я не знаю пока сколько страниц добавлять для нашей новой эры спил за филс или как-то так я даже пока не выучила но мне тут вот есть за эти странички поэтому я думаю что я добавлю их потом концепты очень красивые мне кажется я тоже буду собирать как минимум две странички но да хочу тоже сначала посмотреть на карты и подумать поэтому пока наверное я оставлю все как есть но мне нравится да что мне тут желтые заглушки сам байдер оранжевые все очень подходящее в моем понимании для хоши мне очень-очень нравится и я довольна наконец-то тем как живет его коллекция и я надеюсь что это будет меня также мотивировать ее завершать дальнейшем да мне кажется очень-очень-очень миленько и он тут в общем-то прекрасно тоже помещается и как минимум до его возвращения из армии жить будет спокойно и третий мой новый красивый байдер он у нас вот такой зайками очень-очень прелестный и внутри тоже вот такой это нам больше не нужно просто суперский и он у меня пока будет для поста сэм сала шайги то есть для он т сольных релизов изначально как вы можете возможно догадаться по зайкам я думала его делать только для джиньки а для темина купить свой но пока я подумала у них по одному всего релизу и я не знаю насколько например джиньки будет часто делать сольные камбэки в общем я думаю пока по живут вместе когда перерастут тогда и будем решать и в общем то я хочу сделать сетапы для их камбэков хотя бы посчитать сколько страничек нам нужно и все это организовать так пока пусть будет так и и также у меня есть разделитель и давайте попробуем да как я сегодня не готовилась вообще ни к чему я решила что это были такие медленные длинные видео несколько штук но мы все будем с вами делать вместе начинать мы будем с камбэка джиньки со флоу и я думаю что мы сделаем сетап только для сэлфи нерандомных карт у него были еще карты в поэтому нас как раз на версии то есть не было 2 вот обычные версии века и вы кант и 3 на версии там идут еще концептные карточки нерандомные их я возможно либо вставлю в байндер шайни потому что если честно мне кажется мы займем весь если я буду еще туда концептки вставлять но посмотрим может быть какие-то свои самые любимые подходящие по образом пока мы сделаем примерный виш-лист потому что у него абсолютно все карты в разных образах то есть он постарался на славу очень много классных образов к этому релизу и карте суперские некоторые просто гениальные как вот это с хлопушками просто моя любовь наверное моя самая любимая вот это с бейсбольной перчаткой у него есть еще карты из рандом пакетиков там к концерту к фаниту там тоже супер милота но посмотрим пока я сконцентрируюсь на вот этом да вот это просто очень классная в общем не очень нравятся его карты еще я купила я купила две вот эти основные версии с предзаказками make star и поэтому еще будет две супер крутые карты от make star а мне кажется я сегодня очень сильно хриплю потому что у меня дома до сих пор нет отопления очень холодно поэтому извините так у меня наверное давайте зелененький использовать для джиньки филлеры и получается я не буду писать прямо каждую каждую карту но примерно у нас конечно нас получается основные версии 5 карт на страничке 4 всего место но ничего будем миксовать давайте просто сначала напишем напишем викдей версии и на первой странице у нас пойдет 4 каждый из викдей версии какие то точно 4 тоже мы в процессе уже будем выяснять вот эти штучки какие то такие маленькие странички но у меня других нет очень работает с этими заглушками вот эти штуки потому что не работает жаль ничего страшного правда теперь будет код больше чем заглушка я потом наверное поменяю потому что какие-то . не очень нравится не помню откуда они меня какие то такие прям очень целлофановенькие но пока что есть так окей 4 каждый из викдей версии дальше 4 карты из викенд версии будут на второй странице нет вот Продолжение следует... Так. И дальше, я думаю, будут... Хотя, возможно, я на первую страницу положу мои любимые карты, вот эти две, и при заказке Майкстара. Давайте так сделаем. Мне кажется, это будет классная открывающая страница. И сделаем тут тогда для всего заглушки. Получается. Подпишу, надеюсь, у нас будут хлопья, чтобы я не забыла свой план. Там дальше у нас будет... Ручка еще не хочет. Викенд-версия. Мяч. Давайте я для краткости напишу. И внизу пойдут Майкстаровские предзаказки. Они тоже там с гитарой, очень красивые. Да. Так, и на этом у нас закончились бумажки. Мне кажется, я совсем не подготовленная к этой реорганизации. Ну ладно. Да, и так, у нас получается это фотобучные версии. И еще у нас есть с вами Nemo-версии. Тут 6 карт. То есть AB будет вместе и C на другой странице. Есть ли у меня... Видимо, больше у меня таких штук нет. Ну и ладно. Значит, просто наклеим стикеры. Значит, у нас будет... Nemo-версии. И здесь... Nemo-версии. И Nemo-сим. И я не знаю, что я положу вниз. Либо мои любимые карты из Nemo-версии. Две концепточки. Либо я подумаю над чем-то еще. Я не знаю. Да. Но на этом, в принципе, для Джинки все. Я думаю, собирать его будет не так-то легко. Ну, ничего страшного. Справимся. Да. Карты очень красивые. Я буду очень рада. Еще и вот такие штуки там, я так понимаю, в альбомах идут. Не знаю, они вмещаются или нет в ячейки. Может, их положу выпавшие мне. Собирать я их точно не буду. Но что-то же мне выходят. Ну, посмотрим. В общем, да. Эти два места пока у нас под вопросом. И переходим к Temino. Здесь я уже скачала полный его виш-лист обновленный, включая A-Tonal. Тоже очень много карт. Как вы видите, прям в геометрической прогрессии растет количество карт, тема. И я даже думала, может быть, надо ли мне все собирать или нет. Потому что у него по две карты в каждом образе. Но пока я все-таки склоняюсь к тому, что попробую собирать все. А там посмотрим. Итак, давайте начнем с Emotion версии. И первая страница у нас будет вот эти четыре карты в белых образах. В общем-то, тут логично, что отщепенцем будет вот этот образ. Мне кажется, в принципе, они хорошо сочетаются. Будет вот такая страничка, вот такая страничка. И вот эти две я совмещу. Тут у нас синяя курточка. И тут какой-то голубой тоже образ. Мне кажется, будет отлично. Будет белая, черная и синяя странички. В общем-то, на этом фото будет и так и распределяться. То есть здесь у нас будет целиком страница Emotion версии. Четыре карты. Дальше, я думаю, будет миксовая страница, перехода. То есть сверху тоже будет Emotion версия. А снизу уже Emotion версия. И вот эта страничка целиком, посвященная Emotion версии. Дальше у нас будет страница, посвященная Emotion версии. Тут, в общем-то, тоже все элементарно. Четыре карты, хорошо между собой сочетающиеся. Никаких вопросов. И остаются у нас полароиды из эфир-версии. Их тоже. Их шесть. Да, да, шесть. Не знаю, есть у меня идея опять же собрать четыре. Ну ладно. Давайте пока мы сделаем две странички. То есть я сделаю вот так одну заглушечку. Там посмотрим, как пойдет. А, у нас, кстати, осталась всего одна страничка. Так что пока так. Пока одна страничка для полароидов. Но я не знаю, я в сомнениях, собирать мне все или нет. В общем-то, да. Вот пока так. Будет абсолютно пусто у нас. Мой новый бейндер. Но, думаю, со временем он будет заполняться. Мне хотелось отделить. Во-первых, бейндер Шайни, потом покажу вам, уже переполнен. Во-вторых, мне хотелось отделить их уже релизы в ней, сам Энтертеймент. От релизов в СМ. То есть камбэки Шайни под Гиды СМ будут в старом. И камбэки Сольные Кибома Минхо тоже будут в старом. Потому что они у нас продолжают свою деятельность в СМ. Но, да, вот то, что будет выходить в рамках СМ Энтертеймент, будет идти сюда пока что. Такой план. Мне тоже очень нравится бейндер. Очень красивый, милый. Я, в принципе, больше в последнее время фанат вот красивых бейндеров с красивыми обложечками. Их сейчас тоже хороший выбор, к счастью. Так что, да. Первое дело мы с вами большое сделали. Дальше, если идти по формату. То это два мои бейндера вот такого формата. То есть это тоже опять, но они широкие. И, собственно, кого сегодня не будет, так это Айв. Потому что я хочу сделать реорганизацию. Я хочу вот этот бейндер освободить. То есть отсюда уйдут предзаказки Лис, Фанен и вообще весь неальбомный стафф. Он пойдет в такой же бейндер, как и для Айв от И6. То есть я купила еще один бейндер на 6 ячеек. Я, кстати, с этим поторопилась, потому что мы с вами сегодня вообще освободим один. Но, может быть, не сегодня. Но посмотрим. В общем, это будет второй бейндер Эспы. Да. Потому что их уже переполнен. Вот так он выглядит. Но так как пока я не могу освободить этот, то он останется без изменений. К тому же Эспы сделали огромный подарок. И в новом камбэке всего три сета. Думаю, три странички сюда пока влезут. Поэтому, да, этот я откладываю. Тут пока сетапить нечего. Все сетапы уже будут, когда я буду делать реорганизацию для Айв. Да. А здесь давайте сделаем сетап камбэку к Weplash. Но, да, я безумно счастлива, что я хоть немножечко, может быть, успею со временем как-то подогнать эту коллекцию. И дособрать, может быть, хоть что-то. Потому что, что вообще мы имеем с вами. Для Savage мне нужно дособрать две карты. Вот это Winter у меня есть уже на руках. Мне нужна Karina Ninmin. Вот эти две. Дальше у нас Girls завершена. Era. My Vault завершена. Драма. Драма. Вот эта Жизелька мне приехала. Вот эта Нинни мне нужна. Это все завершено. И вот эта Жизелька мне приехала. Вот эта Карина. Мне нужны две карты для драма. И тут, в общем-то, достаточно много. Потому что я обменялась всего на одну карту. Еще я докупила несколько, но они тоже ко мне еще не приехали. Но вот этой у меня нет. Вот этой Карины нет. Здесь. Это какой сет? Вот эта Ниннин я обменялась. С кукурузкой. Да. Надеюсь, скоро ко мне приедет. Да, здесь я докупила Карину Ниннин. И тоже Корр-разбор долго едет. Здесь ничего. И здесь я докупила три карты, кроме Винтер. Да, тоже должны ко мне приехать. Да. Вот такой прогресс. И, собственно, вот здесь нам нужно добавить три странички. Так, у меня здесь есть пустое, если нет. Так, три странички. Давайте, к счастью, вчера вышли подробные детали альбомов. Давайте на них посмотрим. Вот у нас Ви Плэш. Так, по-моему, первая у нас версия вот эта, Бит. Это очень красивая, черно-белая такая. Мне нравятся эти образы, мне нравится общая эстетика вот этой Ви Оси. Она у нас тоже в пакете, но ладно, ничего страшного. В пакете так в пакете. Да, ну, получается, у нас тут пять обложек, но фотобук один. Да, потому что не указано, что фотобук, то есть фотобук один, а обложек пять. Групповая и по мемберам. Мне, в принципе, без разницы, если честно. Я планирую купить одну версию со временем. Да, я сейчас все еще ничего не покупаю, но как бы в планах у меня этот камбэк когда-нибудь купить. Я хочу купить одну рандомно, причем мне, в общем-то, без разницы. Конечно, групповую, может быть, было бы и классно, но мне нравятся все. То есть вот у нас четыре обложки. Очень прикольные вот эти задники с таким оформлением, как рентгеновским. Я даже не знаю, как это негативом назвать правильно. Даже, ну, хотя, да, угрупповать тоже такой же задник. В общем, мне, в общем-то, без разницы, чья обложка будет. Просто хочу одну версию, потому что этот концепт мне нравится. Он очень красивый. И да, я бы хотела этот фотобук. У нас также идет там набор открыток шикарнейших. Я очень счастлива. Сэм нам хоть что-то дает. Сиди, понятное дело. Ой, Сиди, кстати. Нет, мне показалось сначала, что Сиди будет по мемберам. Но нет, это фотка такая просто. Да, также постер рандомно, один из двух. В общем-то, тоже мне без разницы. И карты. Вот у нас сет карт. Жизель с розовыми волосами. Ура, ура. Винтер явно тоже. Они вообще похожи, что именно в этих образах. Я этому очень счастлива, потому что, пожалуйста, да, Сэм продолжит делать нам нормальные сеты. И да, я счастлива иметь карты Жизель с розовыми волосами. И Винтер тоже очень классно тут выглядит. Но я думаю, что и Нин Мин с хвостом. В общем, мне кажется, этот сет будет классный, да. Он очень красивый. Дальше у нас есть спид-версия. Здесь у нас тоже пять обложек по мемберкам и общее. Здесь уже в фото-бук написано один тип по версии, 36 страничек. То есть это как бы такие мини-версии по мемберам. Наверное, что-то типа того, что у нас было, судя по виду, как MyPower версии в прошлый раз. Я, наверное, тоже куплю одну, если честно. Потому что вот этот концепт не является каким-то моим любимым. Он вроде миленький, но ничего такого. Поэтому да. Опять же, у нас будет идти пять открыточек. Да, ну это, в общем-то, MyPower версия. Фото-бук по версии пять открыточек. Тоже с той мемберкой, которая выпадет. Стикеры. Плакатик один из двух. И вот такие очень классные тоже карты. Винтер тут что-то наворотило на заднике. Очень интересно. И выглядит так, как будто у нее тут розовые волосы. Это странно. У нее тут розовые волосы. А у нее тут... Это Винтер? Это Винтер? О, у нее тут какой-то парик. Я что-то вообще эти тизеры не помню, если честно. Я этим их пропустила. Прикольно, прикольно. Карта Винтер тут явно будет очень крутая. Ладно, понятно. И у Нин-Нин тут тоже что-то очень интересное. Как будто... Не знаю. Мне кажется, интересная будет карта. Так. И... Просто... Опять... Я обожаю их концепты для Эсминни, как обычно. Вот здесь я бы, наверное, сет от А4 взяла. Потому что очень красиво. Мне очень нравятся абсолютно все четыре образа девочек. И карты тоже, я думаю, будут суперские. Винтер опять нам нарисовала снеговичка. В общем, мне кажется, вот это будет мой любимый сет опять из всех. Я бы очень хотела его собрать максимально легко и быстро. Поэтому, да, здесь бы я была склонна купить сетик. Но я думаю, что пока я расположу их в том формате, как идут версии. То есть, бит, спид и эсминни. Да, так, я запомнила. И для Эспы я использую вот такие разноцветные заглушечки. Давайте сейчас мы подберем, получается. Мне надо по три каждого цвета. Вот три голубенькие. Так. Три сиреневенькие. Три желтенькие. Так, нужно еще одна желтенькая. И три зелененькие. Так, отлично. И да, я также использую животных. Нам, получается, нам нужны... Так, кролики для ненен. Котики. Пингвини и овечки. Да, так. Все, я вроде разобралась. Я потому что иногда забываю. Так, давайте свинтер, что ли, начнем. Без разницы. Наверное, сейчас ускорю, потому что это долго. М 아닌 было, пока. Продолжение следует... так отлично филлер готова раскладываем да как я уже говорила начнем с битверсии дальше будет спид версия я если честно думала до этого камбэка буду ли я вообще собирать с по продолжать от а4 потому что становится все сложнее и сложнее но такой подарок виде всего трех сетов я конечно не могу принять как знак того что пока коллекцию продолжать можно и нужно потому что да я искренне получаю огромное удовольствие собирая карты девочек одна из моих любимых коллекций поэтому пока пока продолжаем к тому же я думаю этот бендер еще три сета все-таки переживет и так да для с по на этом тоже пока все то практически не изменился нормально тогда уже я думаю к следующему камбэку будет переселение и расширение на второй бандер а пока мы пока мы выживаем здесь дальше бандер которым возможно вы уже даже забыли которые я редко показываю это бандер astra и я думаю что я переселю коллекцию бина и да я хочу наверное сделать такой прочий бандер уже формате а4 переселить туда весь свой вот этот прочий потому что я немножко его сократила я положила карты с двух сторон и это все равно не сильно помогло то есть место для расширения тут нет а мне нравится покупать какие-то рандомные релизы и иметь рандомные карте поэтому я думаю как бы мне не нравился этот формат наверное вот этот формат на 6 человек является моим любимым но пришло время переселяться и я подумала тогда уже почему не сократить и еще один бандер и не переселить туда же коллекцию бина поэтому да я думаю что все карты отсюда и вот отсюда я достану за камерой и мы в следующий раз уже с вами в рамках этой рубрики будем их просто раскладывать потому что если честно я боюсь это просто займет полчаса просто хочу вам показать свой план да поэтому вот отсюда мы карты достаем дальше касаемо бандеров на 6 ячеек это у нас айф мои два голубых красивых до бандеры я купила еще 3 розовый да у меня теперь желтый вот этот освобождается но я купила вот такой градиентный розовый красивый подороже потому что это качество мне нравится намного больше все таки и туда переедут все предзаказные сеты от и 6 лис лис ванен я поняла что это очень удобно я смогу туда и от и 6 что-то собирать и на 2 мэмбара это хорошо будет смотреться в общем мне кажется идеальный формат плюс коллекция будет достаточно однородный поэтому да сегодня мы айф не трогаем здесь мне в общем-то делать особо нечего все все готово и хорошо да поэтому жду когда он доедет до меня третий розовенький тогда уже будем вот тот мой белый переселять до него и будет у меня три таких вот красивых бандера айф и я думаю последнее что мы с вами сделаем в этом видео это с этап камбеку тексты да возможно как раз тексты со временем переедут в бандер желтенький освободившийся к тому же мне тут уже отклеивается моего все украшательства мне было жалко в основном его да но я думаю что время время пришло и может быть я переложу их может быть не прямо сейчас опять же но да со временем я думаю что они туда перейдут так давайте смотреть пойдем конец с вами да вот здесь у нас заканчивается наша эра tomorrow наша новая эра называется the star chapter sanctuary тем интересное название интересно что это у нас именно the star chapter классно давно мне кажется не было буквально с дебютных р в общем все очень красиво все очень внезапно я конечно немножко в шоке но давайте делать сетап нам сразу показали такие очень блюры подробные да поэтому будем будем примерно что-то планировать я собираю двух мемберов юнджон тихон вот в таком формате да и стараюсь собирать все их альбомные карты начинаем с версии по фото бучина 1 у нас night и здесь у нас два карточных вложения это в общем-то наши стандартные селфи фото карты вот такие достаточно мне кажется уже симпатично не как будто все со шлемами и так понимаю что у нас будут какие-то ночные рыцари может быть мотоциклетный концерт прикольно и да я просто обычно пишу как я пишу вот так я пишу то есть на месте юнджона я делаю стикер какой-нибудь достаточно простой то есть я просто напишу night версия и больше особо ничего и у меня закончились вот эти бумажечки да ну ладно с этим опытом разберемся и тут у нас есть еще вот такие штуки license карты я не очень большой фанат айдишек но для тексты я обычно стараюсь играть все какие-то вот такие штуки поэтому я напишу не считала кстати насколько хорошо будет у меня это все располагается на страницах но посмотрим здесь у нас два вложения дальше у нас идет сейвер версия мне очень нравится что все версии три основные разные абсолютно разного дизайна у нас есть какие-то очень прикольные штуки в общем как всегда тексте меня не разочаровывают и в теории я бы хотела наверное все версии но посмотрим опять же в прицепках я ничего покупать не буду потом посмотрю насколько меня впечатлит но вот это выглядит очень красиво и здесь у нас только одно вложение это фотокарта потому что вот это слишком большая штука она не влезет да поэтому мы собираем фотокарты это какой-то такой более светлый это понимаю не знаю принципы концепт пока сложно сказать ну да у нас получается вообще что-то опять веет мне таким магическим очень интересно и да и вот это вот и наверное точно куплю лавр версия очень все выглядит миленько конфетти вот эти все пленочки лирик бук в виде кассетки здесь у нас тоже два картонных вложения помимо фотокарты еще вот эта прелесть с такими классными задниками не дам поэтому мне очень-очень нравится пока по превью эта версия является моим фаворитом я очень рада что она у нас не в версиях по мемберам как это обычно бывает с моими любимыми но посмотрим какой концепт конечно будет моим любимым по факту пока это весами очень нравится надеюсь они там еще все сердечки показывают или что-нибудь такое мне кажется супер-супер миленько да так это у нас основные версии дальше версия по мемберам нашего стандартного этот раз она называется angel версия тоже очень-очень обнадеживающе звучит мне нравится ангельская это прикольно тоже наполнение достаточно неплохое какая-то вот эта вот штука starboard в виде звезды в общем выглядит выглядит неплохо и фотокарта но небось опять же она соберется надеюсь не надо будет купить всех мемберов чтобы ее собрать мы посмотрим да фотокарта тоже одна из пяти больше тут ничего нет поэтому здесь у нас всего одна карта и тоже традиционно в принципе ничего нет такого сильно сильно странного отличающегося от предыдущей версии предыдущего альбомом это биверские их тоже 2 и и по две карты опять мне кажется можно можно но я понимаю одна карта это вообще того стоит не будет надеюсь они хоть в этот раз разные потому что две последние эры ну это атака клонов мне прошлый раз почему-то писали что ника смотри разные карты и те они разные люди но с вами разные понятия разных карт да поэтому реверс и нам нужно 2 филлера и реверс и тоже здесь у нас пока блюр и не подробнее потому что я так понимаю здесь будут может быть концептами знаю из клипа или что-то такое что нам попозже представят пока непонятно пока мы будем раскладывать это все просто подряд как обычно я потом иногда переорганизовываю чтобы это лучше смотрелось и более органично на страницах миксую концепты у меня нет каких-то строгих правил но пока просто положим по очереди и да еще давайте вот вернемся к микстейпу юнджуна я купила вот эту версию здесь у нас идет четыре карточки я тоже хочу их расположить в общем то я не думаю что я буду выделять какую-то отдельную страницу для там с холла юнджуна потому что не думаю что они будут сильно частыми как-то кажется поэтому пока я просто сделаю с этап на гам сделаем 4 скажем так ячейки оставим и и все и на этом то есть следующая эра пойдет прямо на той же странице начинаться так что сколько нам нужно теперь давайте посчитаем так сначала нас идет гамма ну вот наверное к гамм пойдет пока по моим предположением версия семья потому что там одно картонное вложение так что у нас будет найти оси найти оси а лайсенс карт с angel версии например и дальше лавр с одной вершкой и 3 вершки вместе как-то так пока расположим там посмотрим получается 24 странице не нужно я надеюсь и и потом найду еще вот эти бумажечки потому что мне так не совсем нравится но пока мы просто к сожалению будем вынуждены тоже вот так все это наклеить то есть да вот здесь будет четыре карты из гамм и пойдет вот здесь уже начинаться на шарсинг чарити серия версия дальше иной версия карта айтишка вот это лайсенс держаться это все конечно же не будет ну ладно так лавр версия хард карт и вершка вообще не держится ладно прижмется да и оставшиеся вершки пока так пока так в принципе карт как обычно как прошлый раз в общем-то я думаю проблем особых не будет да я думаю что первая часть этого видео на этом все следующий раз мы с вами уже перейдем к моим большим байдером у меня в принципе остались только коллектбуки и большие а4 байдеры вот займемся ими возможно будет небольшая неожиданность может быть для кого-то и неожиданность но в общем спасибо большое что посмотрели эту первую часть и мы увидимся с вами следующий пока пока